Приветствую вас. Я понимаю вашу позицию как родителя по отношению к вашему сыну. Я понимаю, что вас это очень сильно беспокоит, что вы видите, как вашему сыну тяжело, как ему трудно и так далее. То есть я понимаю вас и понимаю вашу реакцию. Но в вашем бессме, на мой взгляд, есть определенные противоречия. И я хочу, чтобы вы, так же как и я, обратили на них внимание. Значит, противоречие заключается в том, что ваш сын с другом бесился, опоздал на ленту, как вы говорите. В общем, разбилось-то. Вы считаете это, ну, не очень серьезным деянием. Ну, опять же, я не буду с вами спорить, потому что это ваше право оценивать так, как вы оцениваете. Я хочу сказать немножко другое. Если ваш сын действительно выбирает только профессию, специальность, а не вуз, не заведение, да? В котором он учится, то ему, по идее, ему по идее следовало бы вести себя так же, как он вел до этого. Ну, просто потому что выбора другого нет, да? Если там вот такое, такое вот отношение, если там, ну, вот так сделано все, если там вот такая ситуация возникла, да? То, соответственно, что уж тут поделать, ну, не будете же, не будете же вы менять, в конце концов, то, что произошло. Вот. И, соответственно, я думаю, что, я думаю, что нужно вам, моего сына еще раз спросить. Он вообще чего хочет? Он вообще, э-э-э, все мне нравится. Он хочет как-то выжить, он хочет получить специальность, и он хочет кому-то что-то доказать. Знаете, вот, если он хочет доказать кому-то что-то, ну, из этого ничего хорошего не получится, на самом деле. Потому что, э-э-э, будут только проблемы. Если ему нужна специальность, то я полагаю, что двигаться нужно ему именно в том направлении, э-э-э, как он вел себя раньше. Да, я понимаю, это может быть не всегда хорошо, да, я понимаю, что это может быть не всегда правильно, я понимаю, что это могут быть определенные проблемы, но, если сын хочет получить специальность, то я полагаю, что нужно ему получать этот специальность. А если он будет доказывать кому-то что-то все время, э-э-э, то вряд ли из этого выйдет что-то хорошее, и вряд ли из этого получится что-то адекватное, потому что он никому ничего не доказать, а если его захотят, например, выжить, если его захотят, например, как-то выдворить оттуда из его вуза, то, соответственно, вряд ли он будет способен это остановить. Поэтому я думаю, что вот так, вот так. Что вы можете предпринять, э-э-э, ну, если у вас есть запись диктофонов, вы можете отмести их в службу социальной защиты, вот, э-э-э, и погрожать судовым, жалобами и так далее, вот. Э-э-э, это единственное, что вы можете сделать, на самом деле. Больше вариантов у нас нет. Как вести себя сыну? Сыну вести себя следует, на мой взгляд, э-э-э, так же, как раньше, то есть, по сути, ничего не изменилось, э-э-э, все, когда осталось, э-э-э, так же, все осталось. По-прежнему и менять, э-э-э, здесь, э-э, его линию поведения, мне представляется, что сына просто надо его улучшиться, по крайней мере. Вот. Таково мое видение ситуации. Далее. Э-э-э, далее следующее. Э-э-э, как мне, опять же, э-э-э, показалось, э-э-э, что вы склонны своего, э-э-э, сына обрадовать. То есть, вот, разбил сцену, ну, ничего страшного. То, что, вроде как, э-э-э, это больше имущество, и что, вроде как, э-э-э, это не есть хорошо, и что вред нужно возмещать, ну, об этом вы не говорите. Э-э-э, кто-то начал, начал драться, начал драться, э-э-э, это, ну, тоже, где, где, откуда у вас, э-э-э-э, доказательства от того, что он дерется только с теми, кто, например, там, его обещают и дает отпор. Э-э-э-э, то есть, есть вероятность, что он дерется сам, а вам говорит о том, что это просто на него все наезжают. В общем, э-э-э, ваша позиция, что вокруг виноваты все, кроме вашего сына, мне, она кажется немного э-э-э-э, изоляционной. И я рекомендую вам, э-э-э-э, вот над этим вопросом, на эту тему, э-э-э, тоже, как следует, подумать, может быть, еще раз поговорить со своим сыном, если нужно. э-э-э-э, вот, потому что, ну, потому что это странно, это странно. Я верю в то, что, э-э-э, этот э-э-э, вуз, это, вот это учреждение, оно не самое лучшее, я верю. э-э-э-э, но и вы постарайтесь понять, что как-либо это заведение не было, но вы его выбрали. И если вы его выбрали, то учитесь уже там, вы знали, на что шли, ну и дойдите до конца. Кроме того, я полагаю, что э-э-э, ваш сын уже достаточно взрослый, э-э-э, чтобы самому устраивать отношения в социуме. И вы его можете только поддерживать, это адекватная позиция. Тем более, если он бесится, если он, э-э-э, разбивает центры, если он может дать отвор, то я полагаю, что у него проблем, э-э-э, социализации нет. Для тех, у кого проблем с социализацией нет, не думаю, что является чем-то сложным, э-э-э, выжить там, где, э-э, где, э-э, ему действительно интересно. Ещё раз повторю, вы выбрали это учреждение. Раз выбрали, учитесь в нём. Раз сын выбрал, пусть учится в нём. Другого варианта нет. Если не нравится, можете уйти, перевестись, переводить, что в этом плохого. Если его там не будут оскорблять, если там преподаватели не будут ругаться и прочее, прочее, прочее. Может быть, оно хочет? На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку. Буду раз помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok